С маме исчезновение динозавров прошло 50 миллионов лет. Это время развития более мелких животных, в том числе и мелких млекопитающих, которые постепенно росли в количестве и видах, пока не стали преобладающей группой животных в эпоху миоцена, сильно разнообразить благодаря климатическим изменениям. Планета Земля продолжает менять свой облик, поскольку континенты продолжают дрейфовать к своему нынешнему положению, причем Африка, Аравийский полуостров и Индия в этот период продолжают двигаться на северо-запад. С течением времени сначала произошло глобальное похолодание, которое уменьшило способность атмосферы поглощать влагу, климатическим следствием чего стало увеличение засушливости. На планете Земля постепенно происходит общее повышение температуры на 5 градусов Цельсия выше нынешних температур, явление, известное как климатический оптимум миоцена. Африка раскалывается на две части, в результате чего фауна континента оказывается изолированной, а обезьяны, среди многих других животных, страдают от последствий природной катастрофы. Начинает формироваться великий рифтовый разлом, в западной части которого возникает горный хребет длиной в сотни километров, который препятствует прохождению влажных течений из Индийского океана, поэтому дожди не достигают внутренних районов континента. Верхний период миоцена вызвал сокращение тропических дождевых лесов по всему региону, что также привело к значительному сокращению лесов, поскольку количество осадков становилось все более скудным. Эти новые климатические и аэрографические условия существенно повлияют на к-системы и, следовательно, на жизнь на западной стороне, где животная фауна этой территории разделена на две части, ту, что обитает в саванне, и ту, что обитает в лесу, с совершенно разными условиями и стратегиями адаптации. Те, кто живет в саванне, страдают от потери древовидной среды, в которой они развивались и которая обеспечивала им защиту и легкость добывания пищи, что увеличивает жизненный стресс. Как и животные, растения также должны были адаптироваться к этим изменениям, и важно отметить, что, хотя некоторые виды исчезли, большая часть животных и растений, существовавших в миоцине, сохранилась до наших дней. И именно в этом контексте, примерно 10 миллионов лет назад, когда странное млекопитающее, которое мы назовем общим предком и которое жило на деревьях, начало спускаться на землю простым способом, и с помощью коротких путешествий, чтобы исследовать новую территорию, что в течение миллионов лет ознаменовало бы начало постепенной эволюции. Наша история начинается между семью и шести миллионами лет назад, до астролопитиков, первых гоминидов в нашей родословии.